Библейский портал экзегет.ру представляет 34 глава пророка Иеремии. Читаю перевод Луки Маневича для библейского портала Экзегет. Здесь уже у нас та часть книги, которая посвящена осаде Иерусалиму. Он будет в 586 году до нашей эры взят, уничтожен, разрушен вавилонинами, включая и храм. А пока все, что происходит во время осады. Казалось бы, зачем это описывать? Это все уже неважно, уже Иерусалим обречен, вавилонинами уже не уйдут. Уйдут они только тогда, когда разрушат город и уведут большую часть его жителей в плен. Уже какая разница? Но важны ведь не только внешние события, а важны их осмысления. И книга Иеремии ровно этому и посвящена. Более того, диалог Бога с его народом через пророка продолжается даже тогда, когда уже все понятно, когда уже народ обречен, город обречен. Вот слово, которое было Иеремии от Господа, когда Новоходоносор, царь Вавилона и все его войско, все царства и народы под властные ему земли осаждали Иерусалим и окрестные города. Вот до конца Господь пытается что-то объяснить. Так говорит Господь, Бог Израиля. Иди, скажи, садыки, царь иудеи, скажи ему. Так говорит Господь. Я отдаю этот город в руки царя Вавилонского, и царь сожжет его огнем. И сам ты от руки царя не спасешься, будешь ты схвачен, попадешь к нему в руки. Ты предстанешь пред царем Вавилонским, будет он говорить с тобой лицом к лицу, и пойдешь ты в Вавилон. Но послушай слово Господне, садыки, царь иудеи. Тяжело ему это, видимо, было слышать. Так говорит тебе Господь. Отмеча ты не погибнешь, умрешь мирно. Как сжигали благовония на похоронах отцов твоих древних царей, живших прежде тебя, так и на твоих похоронах сожгут благовония и пропоют плач горе у владыка, ибо я предрек это, говорит Господь. Некоторые утешения хотят тоже радостного мало. Все эти слова пророк Иеремии возвестил в Иерусалиме садыки, царю иудеи, когда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим и уселевшие города Иудеи, Лохиш и Азыко. Из всех городов Иудеи оставались только эти две крепости. Ну, соответственно, остальные все были взяты и отчасти уничтожены. Вот слово, которое было Иеремии от Господа после того, как царь садыки заключил с народом Иерусалима договор об освобождении рабов. Все должны были отпустить на свободу своих рабов-евреев и рабынь-евреек, не держать иудея-брата своего в рабстве. Вот интересно, когда приперло, они сообразили, что вообще-то должны это сделать, да, что единоплеменники рабами быть не должны по Моисееву закону. Но только когда приперло. Все вельможи и весь народ вступили в этот договор и согласились отпустить на свободу рабов и рабынь, не держать их больше в рабстве, согласились и отпустили их, но потом передумали, вернули рабов и рабынь, которых раньше отпустили на свободу и снова сделали их рабами и рабынями. Да, вот эти порывы, вот нас осаждают, все плохо, давайте мы как-нибудь изменим свою жизнь, чтобы Господь нас помиловал. Они очень мимолетны, они очень непрочны. И было Иеремии слово Господне. Да, говорит Господь, Бог Израиля, когда я вывел ваших отцов из Египта, из дома рабства, я заключил с ними такой договор. На седьмой год отпускай на свободу брата своего, еврея, купленного тобою. Пусть он будет твоим рабом шесть лет, а затем отпусти его на свободу. Но не слушали меня ваши отцы, не внимали. А теперь вы раскаялись и поступили правильно предо мной, даровали свободу своим ближним. И заключили вы договор предо мной в доме, над которым возглашено мое имя. Но затем вы опять передумали. Вы имя мое осквернили, вернули себе рабов и рабынь, которых до этого по их желанию отпустили на свободу, вновь сделали их своими рабами и рабынями. Долго все это пересказывается, наверное, чтобы подчеркнуть, насколько эта ситуация была серьезной и насколько для Господа оскорбительной. Потому так, говорит Господь, вы не послушались меня, не даровали свободу своим братьям, ближним своим. Теперь я дарую вам свободу, говорит Господь, свободу погибнуть от меча, от мора и голода. Я сделаю вас примером страшным для всех царств земли. С людьми, что нарушили договор, которому я был свидетель, не исполнив слов договора, заключенного предо мной, я поступлю так же, как они с тем тельцом, которого они рассекли надвое и прошли между его половинами. О чем идет речь? Это ритуал заключения договора, берется телец, он рассыкается, жертвенное животное, и потом между двумя половинами проходят участники договора. Кстати, Авраам, заключая завет с Богом, именно так это и оформил. И в этом есть символический смысл. Во-первых, в жертвоприношении есть ритуал, который скрепляет этот договор, а во-вторых, как бы говорят участники этого ритуала, если я нарушу, пусть со мной будет тоже. Вельмож Иудеи, вельмож Иерусалима, евнухов, священников и весь народ страны, всех, кто прошел между половинами тельца, я отдам в руки врагов, в руки тех, кто жаждет их смерти, будут их трупы пищи для птиц небесных и зверей земных. Седокие, царя Иудеи, вы вельмож, я отдам в руки врагов, в руки тех, кто жаждет их смерти, в руки воинов царя Вавилонского, которые сейчас от вас отступили. По воле моей, говорит Господь, враги вернутся к этому городу, осадят его, захватят и сожгут огнем города Иудеи, я обращу в пустыню, жителей в них не останется. Казалось бы, какая мелочь, отпустили рабов, не отпустили. Но это вот, знаете, та соломинка, которая ломает хребет верблюда, та капля, после которой чаша начинает переливаться. Вот хотя бы своих, я уж там не говорю, чужих пожалейте, пожалеете, ну хотя бы своих, вот ясное указание закона, надо отпускать на волю. Вы не хотите этого делать. Ну, даже то, чтобы если бы не хотели, было бы еще полбеды. Но когда притворно захотели, потом пожалели, ой, как это будет. Как, кстати, из Египта. Не хотели отпускать евреев, а когда отпустили, то потом за ними погнались. Вот после этого уже невозможно добиться того, чтобы Иерусалим остался на своем прежнем месте. Ну и прочитаем еще, что в последних вот этих вот днях осады Иерусалима Иеремей будет другое говорить жителям Иерусалима.